МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Ассель Айдар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие сутки ковид-19 подтвердился у 63 восточно-казахстанцев. Из них 20 в Ускаменогорске и 24 в Семее. Мобильные группы Семее продолжают выявлять нарушения санитарных требований объектами предпринимательства. Так, с 1 по 12 июля мониторингом было охвачено около полутора тысяч объектов, выявлено 96 нарушений. Составлено 6 протоколов на сумму 845 тысяч 930 тенге. Взыскано 3 штрафа, общая сумма которых составила более 600 тысяч тенге. Ежедневным мониторингом охвачены также 114 объектов, входящих в тепловую карту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 июля в стране пройдет важное политическое событие. Впервые состоятся выборы сельских акимов. Прямое голосование покажет, кого хотят видеть люди в должности руководителя. В Восточном Казахстане назначены выборы 77 акимов в 16 районах области. Кандидатами были выдвинуты 239 человек. Больше 60% из них самовыдвиженцы, 36% выдвинуты политическими партиями. Впервые выборы сельских акимов прямым путем еще началось в 1999 году. Но это в качестве эксперимента. Потом прекратилось. И в послании президента нашей страны Хасмужамар Туахаева, народу Казахстана, было сказано, что надо вернуться. И пусть народ выбирает своих акимов. Если им в действительности нужны достойные акимы, которые будут болеть душой, сердцем за судьбу своего народа, своего отруженика, то пусть народ и выбирает их. В этой связи произошли изменения и дополнения. Наш основной закон о выборах Республики Казахстан – это конституционный закон и еще дополнительно в пяти законах. Поэтому эти изменения дали возможность территориальным избирательным комиссиям самим определять округа и назначать эти выборы. Раньше мы ждали указы президента, а сейчас сами на месте решаем эти вопросы. То есть, как подходит срок, вы назначаете выбор? Значит, по завершению, за 40 дней до завершения объявляются выборы. У каждого акима сельского округа у нас всего 14, из них два поселковых. По семейскому региону зарегистрировано 4 партии, но своих кандидатов выдвинули лишь 2 партии – это Нур-Отан и Аул. Срок избирательной кампании составляет 30 дней. Выборы в этом году пройдут в формате офлайн на базе местных школ и домов культуры, где, кстати, будут оборудованы специальные места или уголок для граждан с ограниченными возможностями. Изменения и дополнения, внесенные в Налоговый кодекс Республики Казахстан, содержат некоторые нормы, которые вступили в силу с 1 июля 2021 года. Какие новшества коснулись предпринимателей, нам рассказали в Управлении государственных доходов Семея. Государство продолжает оказывать поддержку представителям бизнеса. Но общество налогообложений также обеспечивает эти меры. Теперь банковские счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не будут закрывать, если налоговая задолженность составит менее 17 тысяч деньги. В соответствии с законом Республики Казахстан от 24 июня 2021 года о внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет, в статье 118 Налогового кодекса были внесены изменения, в соответствии с которым расходные операции по банковским счетам в случае непогрошения налоговой задолженности будут приостановляться только в случае, если налоговая задолженность превышает размер шестикратного месячного расчета на показатели. Данная норма у нас ввелась, точнее, с 1 июля 2021 года. Соответственно, с 1 июля 2021 года предусмотрен минимальный предел по сумме налоговой задолженности в размере шести МРП, то есть ниже которого налоговый орган не вправе приостановить расходные операции по банковским счетам налогоплательщика, отнесенного в соответствии с системой управления рисками категориям высокого или среднего уровня риска. Ранее до внесения изменений в данную статью для приостановления расходных операций по банковским счетам по задолженности отсутствовал нижний предел и расходные операции приостановились вне зависимости от суммы налоговой задолженности. А вот с января будущего года вводится в действие норма, согласно которой банки второго уровня наделяются правом проводить расходные операции по счету до отбыва распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика при погашении указанной задолженности. Семейчане просили нашу редакцию дать разъяснение по поводу того, что несколько улиц города позавчера были оцеплены полицейскими. В связи с чем это произошло, узнал наш корреспондент. 11 июля возле одного из гаражей на улице Силина нашли гранату. Сотрудники полиции оцепили весь район 343-го квартала. В тот день горожанин сообщил в Затонский отдел полиции, что возле одного из гаражей на улице Силина лежит металлический предмет, похожий на гранату. Из ближайшего района были эвакуированы 36 человек. Предмет изъяли и передали для проведения соответствующей экспертизы. Полицейские эвакуировали 12 мужчин, 13 женщин и 11 детей. Найденный предмет был передан для дальнейшего расследования сотрудникам Министерства обороны. Как сообщили очевидцы, после того, как сотрудники полиции перекрыли улицы, на место также прибыли спасатели. В семье инспектор полиции спас девочку, когда она чуть не утонула из-за сильного течения, плавая на надувном баллоне. По словам инспектора полиции, изначально он подумал, что дети просто шумно балуются и играют. Но крики вдруг стали громче. Девочка начала звать на помощь. Тогда полицейский сразу же ринулся в воду. Я побежал в сторону берега и вижу, что девочка уплывает на баллоне. Уже буквально от берега находилась где-то метров 20. Течение здесь очень сильное. Побежал в воду и бросился за ней. Когда доплывал, я девочке, данной девочке говорю, не паникуй, все будет нормально. Успокойся. Она плакала изначально, потом успокоилась. Я ее взял за руку и сказал, все нормально, я тебя вытащу. И главное, не паникуй. Схватил за руку и подплыл к берегу. После чего прибежала тетя этой девочки. И поблагодарила меня, объяснила, что видела, как уплывает ее племянница, но не могла, так как она после операции в воду зайти. Добавим, что Канаш Курманбаев во время спасения девочки находился в трудовом отпуске. За благородный поступок руководство управления по чрезвычайным ситуациям города и области, а также департамент полиции наградили Канаша Курманбаева грамотами и медалью. Асель Айдар, Марат Сагимбаев, при поддержке пресс-службы управления полицией города Семея. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на ютубе. С вами была Асель Айдар, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин